Впервые в истории человечества сделало то, о чем древние мифы даже не смели мечтать. Китайские исследователи на протяжении почти 18 минут удерживали в лаборатории плазму с температурой в 100 миллионов градусов Цельсия. Это в 6 раз горячее, чем в недрах настоящего Солнца. Новость облетела мир, и газеты поспешили назвать установку искусственным Солнцем. Конечно, это лишь красивая метафора, ведь речь идет не о новой звезде, а о техническом сооружении, огромном кольцевом реакторе под названием Токомак. Но за этой метафорой скрывается нечто куда более важное, ведь человечество сделало еще один шаг к тому, чтобы починить себе термоядерный синтез, процесс, который питает светило Вселенной. Но зачем все это? Какова истинная цель, и к чему это приведет? Как изменится наше будущее в ближайшие годы благодаря появлению новых технологий? Давайте разбираться. Попробуем представить себе масштаб. 100 миллионов градусов – это температура, которую невозможно вообразить в привычных образах. Даже сталь, плавающаяся в печи, кажется детской забавой, а взрыв вулкана – прохладным душем. Плазма при такой температуре не может соприкасаться ни с какими материалами, ведь любое вещество расплавится мгновенно. Поэтому задача заключается в том, чтобы удержать ее в магнитном корсете, буквально подвесив раскаленный газ в воздухе, не давая ему коснуться стенок реактора. И именно эта задача оказалась одной из самых трудных современной физики. Устройство, предложенное еще в Советском Союзе в середине 20 века, сегодня остается самой эффективной схемой удержания плазмы. В его сердце находится тор, не тот тор. Кольцо, похоже на гигантскую баранку, внутри которого циркулирует плазма. Катушки создают мощное магнитное поле, которое буквально удерживает частицы от распада и разбегания, закручивая их круговом танце. Для физиков за этим стоит десятилетие упорной работы, ведь плазма ведет себя как живое существо, постоянно стремясь вырваться из ловушки, образуя нестабильности и возмущения. Удержать ее все равно, что пытаться удержать воду в решете, но не руками, а невидимыми силовыми линиями. Важно понимать и то, что искусственное солнце вовсе не предназначено для создания ослепительного света или тепла, которое можно почувствовать кожей в виде последнего загара. Его цель – доказать возможность управляемого термоядерного синтеза, источника энергии, который может навсегда изменить цивилизацию. Суть проста. Соединяя легкие атомные ядра в более тяжелые, можно высвобождать колоссальное количество энергии. Именно так работает настоящее солнце, в недрах которого из водорода рождается гелий. Разница лишь в том, что на звезде это происходит благодаря огромной гравитации, а на Земле нам приходится заменять ее искусственными магнитными полями и чудовищными температурами. Этот китайский эксперимент стал особенным еще и потому, что он не одиночный. За последние годы подобные рекорды ставили и в других странах – в Южной Корее, в Европе и в Японии. Но именно Китай смог удержать плазму ни секунды, ни минуты, а почти 20 минут. Промежуток, который уже ближе к реальной энергетике, чем к лабораторным опытам. 18 минут непрерывного сияния плазмы – это уже маленький прототип будущих электростанций. И в этом месте стоит задать главный вопрос – зачем все это нужно? Почему государцы и корпорации тратят миллиарды и десятилетия усилий на проекты? На проекты, которые пока не дают ни единого киловатта в сеть. Ответ прост. Термоядерный синтез может дать человечеству источник практически бесконечной, безопасной и экологически чистой энергии. Не уголь, который губит атмосферу, не нефть, которая делает цивилизацию зависимой от политических решений. Не атомная энергетика, которая дарит свет, но требует тяжелой ответственности и оставляет отходы на тысячи лет. По сути, это энергия звезды в руках человека. Опасно ли это? Ну, мы поговорим и об этом. Чтобы понять, почему китайский токомак стал прорывом, нужно на миг представить себе плазму не как абстрактный газ, а как особое состояние материи. Это не жидкость и не газ в привычном смысле, а своего рода суп из электронов и ионов, которые больше не связаны друг с другом. Именно плазма составляет основу большинства объектов во Вселенной, от звезд до межзвездного газа. На Земле мы сталкиваемся с ней лишь в исключительных случаях, в молнии, в северном сиянии или в дуге сварочного аппарата. Но если молния вспыхивает доли секунды и тут же гаснет, то в термоядерном реакторе ее нужно удерживать стабильно, без хаоса и разрушения, в течение долгого времени. Температура в 100 миллионов градусов кажется невероятной. И это правда. На самом деле именно она и необходима, чтобы ядра атомов водорода преодолели взаимное электростатическое отталкивание и слились в более тяжелые ядра. При меньших температурах этого не произойдет. Атомы будут сталкиваться, но разлетаться обратно, так и не совершив слияния. В сердце Солнца температура ниже порядка 15 миллионов градусов, но там помогает гравитация. Колоссальное давление в недрах звезды подталкивает атомы к объединению. На Земле такой гравитации нет, и потому приходится компенсировать ее нагревом плазмы до куда более высоких значений. Как же удается достичь такой температуры? Существует несколько методов. Один из них – пропускание электрического тока через плазму. Когда заряженные частицы двигаются, они нагреваются, и плазма разогревается вместе с ними. Но этого недостаточно. Поэтому исследователи используют и другие приемы. Один из них – нагрев с помощью радиочастотного излучения. Мощные антенны излучают волны, которые заставляют частицы плазмы двигаться быстрее, словно микроволновой печи. Еще один метод – инжекция быстрых нейтральных частиц. В плазму вводят пучки атомов, и при столкновениях они передают свою энергию. Все это вместе создает условия, в которых вещество разогревается до температур, сопоставимых с недрами звезд. Но нагреть – это лишь половина задачи. Вторая, куда более трудная – удержать плазму. Представим себе каплю ртути, которая все время пытается расползтись и вырваться из рук. Плазма ведет себя именно так, только еще более непредсказуемо. Она создает вихри, колебания, нестабильности, и малейшее нарушение может разрушить весь процесс. Чтобы справиться с этим, то КАМАК использует магнитные поля. Огромные катушки, охлажденные до сверхнизких температур, создают силовые линии, которые словно обручью держат плазму в кольцеобразной камере. Частицы, будучи заряженными, вынуждены двигаться вдоль этих линий. И потому не касается стенок реактора. Но даже в такой схеме плазма все время шевелится, стремится нарушить порядок, как последний нерв в конце рабочей недели. Борьба с этими нестабильностями – целая наука, и именно она является ключом к будущей энергетике. Для человека, далекого от физики, это может звучать как игра с огнем. Но здесь важно сделать оговорку. В отличие от атомных реакторов, в которых идет цепная реакция, деление, в термоядерной установке нет риска неконтролируемого взрыва. Плазма исчезает тот же миг, как только нарушаются условия удержания. Если магнитное поле ослабеет или система даст сбой, реакция просто остановится, и в камере останется лишь остывающий газ. В этом смысле термоядерный синтез принципиально безопаснее, чем деление урана или плутона. Опасность здесь скорее инженерная. Как защитить материалы от огромных тепловых потоков, как избежать повреждения оборудования, как сделать процесс устойчивым, чтобы он приносил энергию, а не только рекорды в лаборатории. Традиционная ядерная энергетика, основанная на делении атомных ядер, остается мощным и эффективным инструментом. Однако и у нее есть ограничения. Во-первых, это радиоактивный отход, который нужно хранить и охранять от безумцев тысячи лет. Во-вторых, это риск аварий, пусть и крайне редкий, но имеющих катастрофические последствия. После Чернобыля и Фокусимы, недоверие к атомной энергетике стало частью общественного сознания. И хотя современные реакторы в разы безопаснее и надежнее, сама идея опасного ядра продолжает настораживать людей. Особенно тех, кто в этом совсем не смыслит. На этом фоне термоядерный синтез выглядит почти идеальным решением. В качестве топлива используются изотопы водорода, дейтерий и тритий. Дейтерий содержится в обычной морской воде, его запасы практически неисчерпаемы. Третий более редок и радиоактивен, но его можно получать прямо внутри реактора из лития, который тоже довольно распространен. В результате слияния этих ядер образуется гелий абсолютно безопасный, которым можно и нужно наполнять детские шарики, пусть тоже веселятся. Энергия, выделяемая при этом колоссальна, Килограмм термоядерного топлива способен заменить сотни тонн нефти и угля. В это трудно поверить, но это так. Главное же, у термояда нет той самой цепной реакции, которая делает атомные электростанции потенциально опасными. Если что-то идет не так, реакция мгновенно прекращается. Никакого сценария ядерного взрыва, никакого расплавленного ядра, никакого нового Чернобыля и агрессивных мутантов. Их и так хватает. Именно поэтому физики некоторых стран и рассматривают термоядерный синтез как святой грааль энергетики. Он способен обеспечить человечеству практически бесконечный источник энергии, безопасный и экологически чистый. Но на этом не все. Если заглянуть на десятилетия вперед, то в этих голубых кольцах плазмы можно увидеть целую новую эпоху цивилизации. Для экономики это будет настоящая революция. Энергия – фундамент любой деятельности. Дешевое и чистое электричество означает новые возможности для промышленности, транспорта, связи. Производство водорода, переработка металлов, опреснение морской воды – все это станет доступным в огромных масштабах. Можно будет строить города в пустынях, снабжать энергией сельское хозяйство без оглядки на климат, развивать технологии, которые сейчас кажутся слишком дорогими и энергозатратными. Но вопрос сроков остается ключевым. Когда же мы увидим первые коммерческие реакторы? Сегодня прогнозы осторожны. Например, международный проект ITR во Франции. Крупнейший токомак в истории должен запуститься в 2030-е годы. Его задача – не производить электричество, а доказать возможность получения положительного энергетического баланса, чтобы реактор отдавал больше энергии, чем потребляет. Если это удастся, то к середине века появятся первые промышленные станции. Это не завтра и не послезавтра, но в историческом масштабе буквально одно поколение. Но что-то подсказывает, что Китай снова всех опередит и в ближайшие годы нас удивит. Но здесь важен еще один момент. Путь термоядерной энергетики не означает, что человечество откажется от всех прочих источников. Солнечные панели, ветряки, гидроэлектростанции будут по-прежнему нужны. Но они станут частью гибкой системы, где базовую нагрузку возьмут на себя реакторы синтеза. Эта комбинация может дать то, чего мы так долго ищем – устойчивую, чистую и практически бесконечную энергетику, которая больше не разрушает планету, как и все живое. Представим себе мир середины 21 века, в котором в каждом крупном регионе стоит термоядерная станция. Города больше не страдают от смога, электромобили заряжаются дешевым электричеством, сельское хозяйство питается опресненной морской водой, а климат стабилизируется. Это не утопия, а реальная перспектива, которую даже мы можем увидеть. Более того, если научные и инженерные усилия увенчаются успехом, то человечество продолжит свой путь к звездам. Если представить себе колонию на Луне или на Марсе, то первой проблемой окажется не строительство домов и даже недоставка людей. Главным вопросом станет энергия. Без нее не будут работать системы жизнеобеспечения, не заработают фабрики, перерабатывающие местные материалы, строительные блоки и оборудование. На Луне солнечные батареи будут бесполезны во время двухнедельной ночи. На Марсе они будут работать куда хуже, чем на Земле, из-за тонкой атмосферы и пыльных бурь, которые способны неделями закрывать поверхность от света. Обычные ядерные реакторы могли бы помочь, но доставка урана или плутония на другие планеты превращается в сложную, логическую и политическую задачку. Термоядерный синтез в этом смысле выглядит как идеальное решение. Топливо, водород и литий можно добывать на месте. На Луне есть залежи гелия-3, редкого изотопа, который может стать еще более перспективным топливом для будущих реакторов. На Марсе можно использовать ледяные залежи для получения водорода в случае освоения подповерхностных резервуарах. Реактор на синтезе будет работать десятилетиями, давая стабильный поток энергии для жизнеобеспечения промышленности и транспорта. Энергия звезды в карманном формате. Вот что может превратить колонию из временного лагеря исследователей в настоящий город. Это ключ к терраформированию, переработке атмосферы и к созданию замкнутых экосистем. Без синтеза космическая экспансия останется красивой, но только в научно-фантастических сериалах. Синтезом она становится делом техники и времени. И в этом смысле китайский эксперимент показал, что человек уже научился поджигать звезду в искусственной оболочке. Что мы можем удерживать ее не в миллионах километрах от себя, а прямо в лаборатории. Контролировать и изучать ее сияние. Это значит, что человечество не ограничено Землей. Оно способно взять с собой в космос то, что делает жизнь возможной. Источник энергии, сопоставимый с солнечным. Философы античности говорили, что человек никогда не сможет держать солнце в ладонях. В 21 веке это стало реальностью. Пусть пока всего на 18 минут, в пределах одного токамака в китайском хэфэе. Но не сомневайтесь, это только начало. В этом голубом сиянии плазмы отражается будущее, где цивилизация перестанет зависеть от ископаемого топлива, а границы расширятся до масштабов солнечной системы. Заканчивая разговор об искусственном солнце, стоит сказать главное. Это не игра с опасным огнем, не амбициозный проект ради престижа, а шаг в сторону новой эпохи. Эпохи, где мы будем черпать энергию так же, как звезды, и использовать ее не для разрушения, как сейчас, а для созидания и будущих поколений. Возможно, именно в этот момент, когда участники проекта удерживали плазму целых 18 минут, они почувствовали, что у человечества есть будущее. И это будущее будет светиться не в огне костров и дыме труб, а в сиянии управляемого солнца, зажженными руками человека. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ